Всем известно, что вода это основа жизни, но бывают и исключительные ситуации. Так, например, при Вбасе одновременно с железной рудой на поверхность поднимаются десятки миллионов природных вод, которые, тем не менее, способны убить все живое. Это программа «Зеленая стратегия», я ее ведущий Василий Савосько. Сегодня поговорим о шахтных водах. Вода в природе бывает разная. Это и привычная вода, которую мы пьем, которую мы умываемся и которая манит нас на отдых. Это и суровая вода снегопада. Однако, существует еще одна вода, скрытая от наших глаз. Но именно она питает колодцы и прорывается на поверхность в виде родников. Такая вода называют загрунтовой. Горняки всех времен и народов неизбежно сталкивались с грунтовыми водами. И тем глубже они проникали в недра, тем больше таких вод становилось. При этом, в зависимости от технологий добычи полезных ископаемых, формировалось и название – карьерные или шахтные воды. Но, оказывается, не все так просто. Проблема шахтных вод, она существовала с тех пор, как начал вообще действовать наш горнодобывающий край. Шахтные воды до сих пор идет спор у ученых, или не спор, а предложения различные. Откуда же взялись те шахтные воды, которые вот сейчас есть в наших шахтах, с такой высокой минерализацией? Понимаете правильно. В Кривбасе подземная добыча одной тонны железной руды требует откачивания от 1 до 2 кубических метров шахтных вод. Вот поэтому в нашем регионе количество такой воды измеряется десятками миллионов кубических метров. Шахтные воды Криворожье – это воды природного происхождения, но особого химического состава. Так, содержание миксолей минерализация превышает 30-40 раз норму питьевой воды, 15-20 раз показателей Корченовского водохранилища и 2-2,5 раза воду Черного моря. Уровни превышения содержания хлоридов еще больше. Питьевой воды 60-70 раз, Корченовской в 100-120 раз, Черноморской на 30-40%. С самого начала, когда вообще начали откачивать воды, воды без зазрения совести сбрасывались в две наши речки. Ну, всю речку Саксаганя, в речку Гулет. Но тогда этой воды не так было очень много. А сейчас этой воды, если так разобраться, откачивается, вообще около 45 миллионов метров кубических. И половина где-то примерно из этой воды надо куда-то девать. Это серьезная, на наш взгляд, на взгляд до Сатруида Кривой Рих, не то что городская, оригинальная проблема, которая затрагивает, может быть, не только нашу страну, а и соседние страны, так как сброс этих шахтных вод, которые идут через речку Гулет, потом попадает в Черное море. В 20-м веке подземный Кривбас рос, развивался, углубляясь в недра земли. Все это многократно усиливало проблему шахтных вод. И она была решена в духе того времени, централизована. В 70-х годах прошлого века все шахты Кривбаса были условно разделены на две группы. Северную от шахты Юбилейная и южную от шахты имени Фрунзе. Северная группа стала перекачивать свои воды в фастохранилище Северного Глока. А южные – пруд-накопитель в балке Свистунова. Зимой шахтные воды сбрасывались в реки Саксагань и Ингулец. За моей спиной находится пруд-накопитель шахтных вод. Это настоящее мертвое море Кривбаса. Ежегодно сюда поступает порядка 12-13 миллионов кубических метров такой воды. Часть из них испаряется, часть проникает в карстовые отложения и тем самым формирует мощнейшую экологическую бомбу для последующих поколений. Но основная масса шахтной воды перекачивается дальше в реку Ингулец. В конце 90-х годов 20-го века некоторые шахты были выведены с эксплуатации, но оставлены на сухой консервации. Это значит, что они уже не ввели добычу руды, но и шахтные воды регулярно откачиваются. При этом часть ответственности за такую консервацию, а также за работу пруда-накопителя было возложено на ДП Кривбас Гидрозащита. Проблеме шахтных вод было посвящено одно из последних общественных слушаний, где рассматривался новый способ решения этой проблемы. Предлагалось улучшить ситуацию за счет предварительного разбавления шахтных вод Пресной и увеличения периода их сброса в реку Ингулец. Такое половинчатое решение закономерно не получило одобрение общественности. По большому счету ничего нового предложено не было, кроме того, что растянуть этот процесс во времени. Какая-то логика в этом, наверное, есть, но в этом появляется новая опасность зацепить вегетативный период. Этой водой орошаются поля Херсонщины и Николаевщины, но немножко Криворожья тоже. Там живут люди, там выращиваются сельхозкультуры, которые потом попадают на наши рынки, которые мы потом потребляем. Очень критически отношусь к этой схеме. Очень обрадовал общественный интерес к этому вопросу и проблеме. И благодаря вмешательству общественности тот проект, который предлагал нам крепость шахта закрытия, не прошел. Им отказали в планированной деятельности. Очень много было недочетов в этом отчете зацинки вплыва на Довкеля. Несмотря ни на протесты общественности, ни на рекомендации экспертов, Кабинет министров Украины разрешил сброс шахтных вод с пруда накопителя в реку Ингулес без предварительно их разбавления пресной водой. Более того, звучат предложения узаконить такое варварство. Вот из этой трубы в ближайшие 4 недели в реку Ингулес будет сброшено более 10 миллионов неочищенных, неопресненных шахтных вод. Это настоящий экоцит. И он без сомнения отразится на качестве жизни людей не только нашего Кривбаса, но и других регионов Украины. Вплоть до самого Черного моря. На недавно прошедшем экологическом форуме «Кривый риг Green Strategy 2018» среди прочих важных вопросов была рассмотрена и проблема шахтных вод. При этом мнения представителей общественности, бизнеса и власти закономерно разделились. Эта проблема очень суттєво впливает на территорию, как минимум, трех областей. Это Дніпропитовская, Миколаевская и Херсонская области, особенно тих населених пунктов, которые расположены вдовремя русла Ингулеса. Мы имеем на сегодняшний день практически снищену фауну в речке Ингулес. Мы имеем забрудненные колодязи, из которых не можно использовать воду для питания. Мы имеем, даже воду с этой колодязи не можно использовать для взрушивания тех сельских господей, которые находятся в этих населених пунктах. Система управления шахтными водами создана и действует власть на проект отвода и использования шахтных вод. Все, что возможно технически, как я сказал, используется в оборотном цикле. Все, что невозможно использовать, аккумулируется и как бы подлежит сбросу. В общем, на начало 21 века шахтные воды Кривбаса представляют собой серьезнейшую технологическую и предохранную проблему общего государственного уровня. Но эта проблема должна быть решена, ведь для этого есть практически все необходимые предварительные условия и правильно расставленные приоритеты и оригинальные инженерные решения. Пока мы от этого быстро никуда не денемся, промышленность действительно должна пока что работать. Это отход производства и предприятие обязано, по нынешнему законодательству экологическому, оно обязано со своими отходами максимально их утилизировать, как минимум. Значит, это такой же отход, как и вскрышные породы, допустим, да, отход добычи полезных ископаемых. Ну, это жидкая, бог с ним. Проблема шахтных вод Кривбаса может быть решена следующими способами. Первое. Косметическое улучшение существующей системы. Незначительное добавление пресной воды и увеличение периода сброса шахтных вод в реки. Второе. Конструктивное улучшение существующей системы. Существенное добавление пресной воды и круглогодичный сброс шахтных вод в реки. Третье. Трансрегиональный перенос проблемы. Сброс шахтных вод по трубопроводу в реку Днепр. Четвертое. Транснациональный перенос проблемы. Сброс шахтных вод по трубопроводу в Черное море. Пятое. Зеленое решение. Опреснение шахтных вод с последующей утилизацией сухого остатка. Каждый из предложенных вариантов имеет свои преущества и свои недостатки, свои риски и изюминки, своих сторонников и своих противников. Несомненно, одно. Проблема должна быть решена в ближайшее время, не дожидаясь техногенных катастроф. Наиболее очевидный способ, который используется в мире, это опреснение. Воду можно вернуть в цикл, встает вопрос, что делать с салями. Я так понимаю, что вопрос этот особо глубоко никогда не изучался, потому что на стадии опреснения это дорого. Разговор с промышленниками заканчивался. Ну, это дорого сейчас промышленности. Существующий вариант дорог половине Украины. Естественно, конечно, вопрос о закрытии шахт вообще не стоит совершенно. Надо решать по-другому проблему. Перекрыть на какое-то время балку свистного, верхнюю часть, например, изолировать полностью, так, потом пустить в работу верхнюю часть, перекрыть нижнюю, изолировать, и потом уже разбавлять, делать разбавление воды. И круглогодично, в определенных пропорциях, рассчитанных сбрасывать эту воду непосредственно в речку. Известно, что успех или неуспех любого экологического проекта во многом зависит от финансов, поэтому попробуем посчитать и мы, получив при этом общие экономические контуры проблемы шахтных вод Кривбаса. Предварительными условиями наших экономических расчетов было следующее. Однотонна железной руды требует откачки и утилизации полтора кубических метра шахтных вод. Однотонна железной руды на мировых биржах стоит 2100 гривен. Наши расчеты показали следующие результаты. Косметическое улучшение потребует затрат до 20 гривен за 1 кубических метр шахтных вод, что составит до 1,5% от цены тонны руды. Себестоимость конструктивного улучшения 50 гривен за 1 кубических метр или 3,6% от цены тонны руды. Затраты на трансрегиональный перенос проблемы до 60 гривен за 1 кубический метр или 4,3% от цены 1 тонны руды. Трансрегиональный перенос проблемы до 90 гривен за 1 кубометр, что составит до 6,4% от цены за 1 тонну руды. Зеленое решение проблемы самое дорогое – до 150 гривен за 1 кубический метр шахтных вод без учета утилизации сухого остатка. Это составляет около 11% от бережевой цены 1 тонны руды. Как показали цифры экономических расчетов, решить проблему шахтных вод не дешево, но вполне реально. Однако для этого нужна государственная поддержка как юридическая, так и финансовая. Также важно, чтобы настоящие патриоты Кривбаса смогли этой поддержки добиться. Там, где государство не может проявить столевую политическую волю на решение экологического вопроса, экоактивисты, исследователи, ученики, предприятия и государственные службовцы имеют сообщественную небайдужостью и компетентностью предлагать свои решения. Мы создаем платформу для понимания, комфортный майданчик для вырешения серьезных экологических проблем за участие всех зацикавленных сторон, а иногда противоречных сторон. И в этом идея. В общем, для решения проблемы шахтных вод Кривбаса зеленая стратегия считается рисообразным сделать следующее. Первое. На основе конструктивного диалога между общественностью, бизнесом и властью выработать компромиссные решения, исходя из принципов кто создал проблему, тот и главное в ее решении. Где создана проблема, там она и решается. Второе. Разработать государственную программу с государственным финансовым участием, основываясь на варианте «зеленое решение». Третье. На переходный период реализовать вариант косметическое улучшение существующей системы. Четвертое. Начиная с северной части Кривбаса, построить серию предприятий для опреснения шахтных вод. Решить проблему в шахтных вод сложнейшая задача. Вот поэтому как никогда актуален диалог между властью, бизнесом и общественностью. Именно на этом и настаивает программа «Зеленая стратегия». А успешность в этом деле это лакмусовая бумажка наших возможностей и нашей активности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова